Юные парламентарии складывают полномочия. В областной думе прошло последнее заседание молодежной палаты. На повестке дня лишь один вопрос об итогах деятельности за 4 года. Впрочем, перед финальным отчетом от одного из участников встречи поступило предложение. Александр Коротков предложил выбрать дату для обсуждения пенсионной реформы. Вам письменно уже было дано разъяснение о том, что вопрос о начислении пенсии не относится к компетенции молодежной палаты при Ивановской областной думе. К компетенции молодежной палаты относятся к проведению и рассмотрению инициатив, связанных с молодежной политикой. Можно согласиться с тем, что вопрос о начислении пенсии не относится к деятельности молодежной палаты. Зато он касается каждого молодого парламентария. В итоге инициатор обсуждения настоял на голосовании о внесении в повестку этого вопроса. Ну, поскольку Александр просит проголосовать за включение, либо не включение данного вопроса, голосуют только члены молодежной палаты, повторяюсь. Кто за то, чтобы включить данный вопрос в повестку дня заседания? Кто за? Один человек против. Сочетайте, пожалуйста. 12 человек, воздержавшихся нет. Большинство коллег все-таки придерживаются позиции председателя палаты. Если бы он хотя бы каким-то образом сказал более мягче, а не четко поставил, что этот вопрос не в нашей компетенции. И были такие случаи. То есть часть коллег меня поддерживает. О том, что за эти четыре года все же входило в полномочия молодежной палаты, напомнил ее председатель Сергей Окунев. Активная работа с ветеранами, установка нескольких мемориальных досок, профориентация подрастающего поколения, помощь в детских домах. Все это больше похоже на мероприятие волонтерского отряда. В положении о молодежной палате четко прописано, что одна из задач – это формирование правовой и политической культуры молодежи, участие молодых граждан в формировании и совершенствовании нормативной правовой базы в сфере государственной молодежной политики. У молодежной палаты нет права законодательной инициативы, чтобы напрямую и активно работать по законотворческой деятельности. Но у членов молодежной палаты было право активно посещать заседания комитетов Ивановской областной думы и погружаться в те законодательные акты и нормативные права акта, которые принимала Ивановская областная дума. В целом председатель оценил работу созыва положительно. Коллег наградил благодарственными письмами областной думы и молодежной палаты. В приоритете все четыре года была социальная и добровольческая работа, а не воспитание в юношах и девушек политической грамотности. Тоже, конечно, неплохо, но как-то не по профилю. Каким будет следующий созыв Молодежной палаты, можно будет сказать только после выборов в областную думу. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.